В новогоднюю ночь в этом доме случился страшный пожар. Внутри находилось три человека. В это время вся круга крепко спала, поэтому никто не заметил, как огонь охватил крышу и стены. Если бы не два неравнодушных парня, которые оказались поблизости, все могло бы закончиться трагично. Увидев зарево огня, Саша и Егор сразу же поспешили на помощь к жильцам. По пути вызвали пожарных. Возле дома ребята никого не увидели, однако зайти внутрь не рискнули. Было слишком опасно. Мы не знали, кто дома находится, поэтому разбудили соседей и стали опрашивать, кто мог дома находиться. Дети, взрослые. Потом, когда выбежал оттуда парень уже, он был немножко обгоревший, в панике был. Мы у него сразу расспросили все. Он выбежал абсолютно раздетый. Попросили соседей, чтобы они ему куртку принесли, хоть дали. Вызвали скорую помощь. Мужчина рассказал, что в доме его товарищи и хотел разбить окна, чтобы вызволить их из огня. Но Саша и Егор остановили его. Мальчишки знали, если кислород попадет внутрь, то пожар усилится в разы. Ситуацию осложняло и то, что в доме находился газовый баллон. Оставалось только ждать. Чтобы пожарные успели предотвратить трагедию, ребята поспешили подготовить подъезд. Сломали забор и открыли ворота. Ребята молодцы. Встретили нас, помогли развернуться. Надели мы аппарат дыхательный, включились звеном ГСДС, зашли в дом, вытащили двоих пострадавших. Слава Богу, живы оказались. Во время тушения пожара Саша и Егор помогали огнеборцам как могли. Растаскивали, поправляли рукава, выполняли просьбы. Вели себя парни очень профессионально. Оказалось, что долгое время они занимались пожарно-прикладным спортом в школе и состояли в дружинах юных пожарных. Сегодня за проявленную смелость ребятам вручили благодарность республиканской противопожарной службы. Правда, Егор на мероприятии присутствовать не смог. Сейчас он на учебе в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС. После школы туда планируют поступить и Саша. Огнеборцы отметили, эти мальчишки не только пример мужества, но и наглядное подтверждение необходимости развития дружин юных пожарных. Во-первых, это популяризация нашей профессии пожарного, как профессиональной, как героической. А второе, что подрастающее поколение, это наша смена. То есть мы уже готовим смену. Огнеборцы напоминают, пожарная обстановка в Хакасии тревожная. С начала года зафиксировано 11 погибших. Жители республики призывают быть более ответственными к жизни своей и окружающих. Ведь не всегда поблизости могут оказаться такие ребята, как Саша Дорофеев и Егор Макаров. Виктория Титова, Владислав Кустовой, РТС.